Всем привет с канала Брим Тим и пришла идея от подписчика снять видеоролик о том, как мы храним наши поводки. Действительно, тема поводочницы очень интересна, их огромное множество и это будет такой маленький ролик на пять минут о том, как мы храним, потому что я считаю это одним из удобнейших способов. Первая наша поводочница, которую я стал вообще использовать, это вот такая вот вспененная трубка, которая поделена на вот такие вот части и каждая часть это отделение для поводка. Каким образом здесь крепится поводок, сейчас покажу, допустим, вот на примере вот этого, то есть я делаю такие декоративные гвоздики, так как все поводки я делаю через петлю, это замечательно цепляется при помощи петли, то есть сам поводок фиксируется сюда крючком, далее на вот эту как раз таки часть наматывается леска и петля, чтобы леска не распутывалась, цепляется при помощи вот этого декоративного гвоздика. Все замечательно. Единственное, что сейчас эта поводочница в отвратительном состоянии, потому что поводки намотаны разным диаметром лески, с разной формой крючков. Но сейчас мне стало больше интересно перейти на вот такие поводочницы, то есть, что это? Это вспененный коврик, был спортивный, вот даже можно посмотреть на него. Что я сделал? Сделал такие зубчики сверху и снизу, сверху прикрепляю крючок, обматываю вокруг леску, и также фиксирую при помощи вот этих декоративных гвоздиков. Сюда можно написать диаметр лески, даже тут хватит места, чтобы написать диаметр лески, марку лески и номер крючка. Сделал их разной длины, допустим, вот тут вот 0,14 леска на крючках для червя, то есть с длинным цевьем, далее прям маленькие крючки типа мэггат для опарыша и допустим, вот поводочницы, на которой разнообразные крючки. Именно такой способ сейчас я считаю самым удобным. Сейчас я вам сюда попытаюсь в видеоролик вставить несколько фотографий. Это как раз таки материалы, из которых их можно нарезать, то есть это либо спортивный коврик, либо это такой детский пазл-конструктор, который есть в фикс-прайсе. Все из спененного материала, который гибок, с которым легко работать даже элементарно в обработке, который легко вставляет в себя крючок. Это довольно таки бюджетно, потому что купив коврик, тем более за 300 рублей, что я в принципе сейчас и хочу сделать. К сожалению, из самоизоляции не получается попасть в магазин спортивный. Коврика полтора на полметра хватит, чтобы нарезать вот таких поводочниц, я не знаю, штук 50. Может быть 50 загнул, но штук 30 получится нарезать это точно. И вы представьте, даже в каждой, сделав 10 каналов, можно навязать 300 поводков. Федеристам на сезон этого вполне хватит, думаю. Некоторые вот, что делаете зимним вечером? Сели, разговариваете и оба вяжете поводки, либо один что-нибудь сели, включили и вяжете их. И потом, бац, их закинули в свой ящик, где они замечательно хранятся и ждут своей рыбалки. Также вот вам примеры профессиональных поводочниц. Допустим, вот. Вот. И вот. Вот такие они. Бывают их огромное множество, и пусть каждый решит для себя, какую удобнее использовать ему. Я вам показал, какими пользуемся мы, считаю для себя самым оптимальным вариантом. Благодарю за просмотр данного видеоролика. Надеюсь, получился максимально коротким и информативным, потому что мусолить тему поводочниц вообще считаю ненужной. Некоторые вообще вяжут поводки на водоеме. Благодарю за просмотр, опять-таки. Оставляйте обратную связь, всегда с вами работаем. Этот ролик создан по идее подписчика. Спасибо за идею, присылайте свои идеи. Все комментарии читаем, на все отвечаем. Всем пока.